В эфире Европейские новости, вкратце из Брюсселя. Мы много уделяем внимания борцам с загрязнением воздуха, а сегодня расскажем о защитниках дизельных моторов. Другие темы выпуска – Пражский съезд ультраправых, симпатии и страх к Союзу и предвыборная агитация Европарламента. За въезд в город Бохум на старой чадящей машине в наши дни можно поплатиться штрафом или общественным порицанием. После того, как Федеральный административный суд Германии и Евросоюз объявили, что выхлоп дизелей содержит слишком много вредных веществ, местные власти вводят ограничения на использование таких моторов ради защиты здоровья и окружающей среды. Но не все немцы отвергают изобретение своего соотечественника Рудольфа Дизеля. «Многие наши клиенты неохотно пересаживаются на автомобили, работающие на бензине, вспоминают, что прежние были надежнее, говорит владелец станции техобслуживания. Их раздражает путаница, которые создают все эти синие и зелёные зоны с разным уровнем выбросов. Я тоже считаю такие меры бессмысленными. Но главное, водители стали больше платить при покупке новой машины. Подозреваю, что так автопроизводители хотят побольше заработать. По-моему, это нечестно». Правая партия «Альтернативы» для Германии использовала такое недовольство в своей предвыборной кампании. Её активисты развешивают рекламные щиты по всей стране с призывом остановить дискредитацию дизельных двигателей, которые якобы делают немцев беднее и угрожают национальной промышленности. «Дизель потребляет на 15% меньше топлива и наносит меньше ущерба экологии, чем бензиновые двигатели», говорит член АДГ Кристиан Лозе. Некоторые политические партии, такие как «Зелёные», хотят полностью запретить дизельные автомобили к 2030 году, что чревато огромной потерей рабочих мест в нашем автопроме. Мы пытаемся этого не допустить. Немецкие дизельные моторы – самые эффективные и чистые в мире. «Не верьте тем, кто называет дизель грязным». В ряде стран ЕС цены на дизельное топливо повышают опережающими темпами. Активисты климатического движения могут облить краской заправленные им машины. В Праге собрались в четверг руководители крайне правых партии Европы. Выступили, в частности, главы национального объединения Франции Марин Ля Пен и Герт Вилдерс из голландской партии «Свободы». Министр внутренних дел Италии и лидер Лиги Матеус Альвини прислал видеообращение. Эти популисты рассчитывают добиться беспрецедентного успеха на майских выборах в Европарламент и собрать в нем мощную фракцию, семью, как они выражаются. Более половины граждан Евросоюза питают к нему положительное чувство. Об этом сообщила социологическая служба «Евробарометр». Треть опрошенных ею в 27 странах-членах, кроме Великобритании, сказали, что их одолевают сомнения при мыслях о ЕС. Надежду и уверенность испытывают, соответственно, 28-27%. Только 5% опрошенных признали, что Союз вызывает у них страх. За месяц до выборов в Европарламент он попытался с помощью видео побудить людей к голосованию. Короткометражный фильм под названием «Выбери свое будущее» показывает напряженные моменты появления на свет детей. Авторы призывают европейцев проявить гражданскую ответственность и подумать о новом поколении, ведь по сути это для него нынешнее поколение выбирает своих представителей высший законодательный орган ЕС. Это был последний за неделю обзор вкратце из Брюсселя. Завтра мы подготовим передачу о положении Союза. В ней будет интервью с голландским историком и философом Люком Ван Миделларом и анализ европейской предвыборной кампании.